Всем привет! С вами Екатерина, и сегодняшний выпуск подкаста не совсем обычный, потому что мы ушли от традиционного формата, и этому есть причины. Сейчас я нахожусь в офисе правозащитного центра «Весна» вместе с правозащитницей Натальей Сацункевич. Всем привет! И сегодня мы поговорим о ближайших возможных событиях и о том, что делать, если вас задержали, осудили и так далее. Ну, в общем, что делать, если вы собираетесь пойти на акцию. Да, последние события в избирательный период показали, что людей могут задерживать просто сотнями. Это и ланцухи солидарности, и 14-15 июля, и так далее, и так далее. И скоро будет 9 августа, мы знаем, что это за дата. И нетрудно предположить, что там тоже будут задержания, и, возможно, сотни или тысячи людей захотят пойти на акцию, чтобы высказать свою гражданскую позицию. Не то, чтобы мы призываем идти на акцию, мы просто как правозащитники подчеркиваем, что люди имеют право на высказывание своей гражданской позиции и имеют право участвовать в мирных собраниях. Но, к сожалению, в нашей стране это право ущемляется репрессивными способами. Что нужно знать, если вы собираетесь на акцию? Вот про это мы сегодня и поговорим. Наверное, по поступательным шагам до акции, что нужно сделать? Да, если вы собираетесь идти на акцию, то хорошо бы подготовиться заранее. Во-первых, мы очень рекомендуем почитать немножко теорию про мирные собрания, что это такое, как можно выражать свое мнение, что можно делать на мирных собраниях, что не можно делать на мирных собраниях. И, например, как следует из их названия, собрание остается мирным до того времени, пока там не используется насилие. Также должны отсутствовать призывы к насильственным действиям, войне. Ну и общие намерения организаторов, собравшихся людей, должны быть мирными. Часто мирные собрания называют митингами, акциями, массовыми мероприятиями. По своей сути, это все является одним и тем же мирным собранием, еще называют акции протеста, например. То есть вот эти все массовые собрания людей, когда собирается несколько человек, и они собираются в каком-то месте с целью выразить свое мнение по какому-то определенному вопросу, даже просто с фактом своего присутствия в каком-то месте. Это все мирные собрания, это попадает под защиту всеобщей декларации прав человека, международного пакта о гражданских политических правах. И Беларусь, как и многие другие страны, должна обеспечивать своим людям возможность реализации этих прав. Эту теорию где почитать? Эту теорию можно почитать в интернете, в гугле. На самом деле их очень много. У нас на сайте весны есть карточки с описанием, да, что такое мирное собрание, что можно делать, что нельзя. Не так давно выходило еще интервью Валентина Стефановича, который рассказывал, что делать, если тебя задерживают на массовых мероприятиях. Ну, фактически любой поиск в гугле поможет вам. То есть, все, вы подготовились теоретически, знаете, что это такое. Предупредите своих родных, что вы собираетесь на акции протеста, потому что, к сожалению, в последние месяцы в Беларуси очень часто задерживают людей на акциях протеста. Чтобы близкие знали, что вы пошли, что возможно задержание. Запишите себе и расскажите своим близким телефоны горячей линии весны 29 543 38 66 и телеграмм весна SOS, весна, латиницей SOS, для того, чтобы самому сообщить о своем задержании или близкие могли сообщить о том, что вы не выходите на связь, или чтобы получить быструю юридическую помощь. Также мы запустили телеграмм-бота, в котором можно сообщить о задержании себя или другого человека. И почитать тоже теорию, полезные советы о том, что делать на разных этапах акций. Также в телеграмм-боте есть функция ввести свои данные заранее. Если вы это сделаете, то в случае задержания просто нажатием на одну кнопку можно будет отправить информацию о том, что вас задержали. Не надо будет уже вводить свою фамилию, имя, отчество и прочие данные. Просто нажатием в одной кнопке мы узнаем, что вас задержали, и сможем с этой информацией работать. Это, кстати, очень хорошая фишка, потому что на этих избирательных акциях очень часто при задержании силовики просто сразу забирают телефон, и невозможно вообще ничего сделать. А тут одной кнопкой и все. Да, телефоны часто забирают, но и все-таки частые случаи, когда у всех или у кого-то из автозака или автобуса, куда вас посадили, остается телефон. Найдите такого человека, быстренько передавайте данные, чтобы потом ваши родные и мы, прозащитная организация, не искали реально пропавших, не знали, где люди. Очень важно передать информацию о том, что вас задержали. И то, что происходит дальше, я бы поделила на две отдельные ветки, что делать самому человеку, которого задержали, и что делать, если задержали вашего близкого человека. Давай, наверное, пойдем по первой ветке, что делать, если тебя задержали. Вот человек стоит на акции, к нему сзади или вообще просто непонятным образом из-под земли возникают два непонятных человека или несколько в масках, одетые, как обычные граждане. Ну, возможно, там есть особенности, что они там, допустим, в спортивках. Ну, не обязательно. Мы сейчас понимаем, что это тихари, но как бы это не совсем правильно, что белорусы должны интуитивно учиться определять, тихари это не тихари, то есть сотрудники органов цивильным. Но, тем не менее, берут тебя два человека под руки и тянут в бус какой-то, даже не в автозак, а в бус. И что делать? Да, общие советы при задержании, конечно, не сопротивляйтесь, потому что это отдельная статья административного кодекса. Ни в коем случае не применяйте никакой насилия в отношении сотрудников, правоохранительных органов или других людей. Но постарайтесь, да, спокойно, вежливо узнать, все-таки кто вас задерживает и почему. По процедуре вам должны представиться, сказать, кто вас задерживает и почему. Ну, к сожалению, процедура это часто нарушается, но реагируйте спокойно, будьте готовы к тому, что такое может быть. Постарайтесь сделать так, чтобы ваше задержание заметили другие люди, журналисты, например. Можно громко кричать свою фамилию, чтобы вас потом могли найти. Также тут важно, если вы видите, что задержали кого-то рядом, то не пытаться его отбить, а, возможно, спросить, как его зовут, например. Да, как бы истории с отбиванием людей достаточно спорные, потому что, к сожалению, действия милиции и вообще правоохранительных органов по задержанию участников, участниц мирных собраний, они незаконны. И, ну, как бы, понятно, что есть естественное желание препятствовать этим незаконным действиям, но очень часто вот это отбивание людей превращается в более серьезные случаи. И, конечно, надо очень хорошо оценивать свои силы, что вы делаете и зачем. И просто помнить о том, что при современном уровне развития технологий найти людей, которые принимали участие в мирном собрании и задержать их в любой другой момент времени не составляет вообще никаких проблем. То есть подумать, в чем смысл этого отбивания, для чего и чем вы рискуете. Люди, которые фактически отбивали людей 14 июля, сейчас многие из них находятся под следствием по уголовной статье. Следующий шаг. Человека забрасывают в автозак или вообще в бусик, привозят в РОВД. Люди там стоят, я не знаю, лицом к стенке, либо в каком-то актовом зале или гараже. Да, очень частая ситуация. Больше трех часов, конечно. Ну вот я тут вставлю комментарий вот одного парня, которого 14-го задержали. Поведение, в принципе, милиции, оно не внушало того, что какие-либо из прав, которые у тебя, как у задержанного, есть, они хоть что-либо здесь стоят. То есть у меня был договор на защиту с адвокатом, который просто интерес ради сделал себе вот на случай таких, на такой случай. Я не знал, как бы, чем он мне поможет, но я имел право на защиту, я ее запрашивал 5 раз у разных людей. Мне говорили, да-да, я принял к сведению. Такой пассивно-агрессивный способ. Я говорю, ну давайте, вот у меня есть право. Да, я вас услышал. И ноль действий. Потом ближе к, наверное, двум ночи, когда я еще раз запросил, говорю, вот у меня адвокат есть и так далее, говорит, ну, о, все адвокаты уже спят. Так что делать? Вот ничего не дают. К сожалению, после того, как вас задержали сотрудники милиции, у вас прав становится намного меньше, чем было до этого, и вы фактически находитесь в полной власти сотрудников. Если есть хоть минимальная возможность, надо как-то сообщить на волю о своем задержании, через других людей, поспрашивайте людей вокруг, которые с вами, может быть, среди них есть несовершеннолетние. Несовершеннолетних обязаны обязательно от постичения трех часов, и вот с ними можно передать информацию, потому что вас задержали. Также, наверное, людей с инвалидностью, людей, у которых дети до 12 лет. Да, передавайте эту информацию, и да, фактически вас привезли в РУВД, скорее всего, значит, в отношении вас начат административный процесс. Составляется протокол административного правонарушения с протоколом задержания, может проводиться там опись ваших вещей, разъяснение прав. Спокойно, внимательно слушайте, что вам говорят, запоминайте, кто вам это говорит, просите копии всех подписанных документов, вам их обязаны выдавать, внимательно читайте, что подписываете. Если вы не согласны, в протоколе так опишите, я не согласен, не согласна, на самом деле происходило то-то. Зачеркивайте пустые срочки, расписывайтесь. Административное задержание длится до трех часов. После течения трех часов вас должны или задержать до суда и сказать вам об этом, или отпустить. В дни массовых задержаний, вот эти задержания до трех часов, процессуально разрешенные, они могут рассынуться до пяти, до восьми, то есть могут выпустить в пять-восемь часов. Если у вас есть какие-то заболевания, обязательно говорите об этом срочно, или начинаете плохо себя чувствовать, обязательно срочно говорите об этом сотрудникам милиции, требуйте вызвать скорую помощь. Помните о своем здоровье, не стесняйтесь, проситесь в туалет, проситесь пить, все, что вам надо, вы живые люди. Не провоцируйте, конечно, сотрудников на агрессию, спокойно, ровно и аккуратно пробуйте реализовать свои права. Хочу отметить важный момент, что по просьбе задержанного сотрудники милиции обязаны известить родных или работодателя, но только по просьбе. То есть надо сказать, я прошу, очень прошу, прям требую известить. Иногда они этого не делают, но периодически бывает такое, что делают, это очень хорошо срабатывает. Если вас посетили из РУВД, вот по течению этих трех часов условных, это все в порядке, отлично, если вам дали с собой копии документов, если не дали, попробуйте попросить еще раз. Ну, так как бы не смертельно, если вы выходите без документов. Если вы выходите, передайте информацию о том, кто там остался. И если в отношении вас был составлен протокол, то ждите повестку в суд. Ее посылают обычно или смс, или бумажную. В суд решит, да, там, виноваты вы или нет, какое вам наказание. Как раз таки вот этот момент, когда не приход повестка, тебе просто там участковый милиционер звонит и предлагает прийти на уточнение протокола, на уточнение чего-нибудь, то посылать такие попытки. Ну, вы смотрите, да, на самом деле формировка в законе звучит так, что уведомить человека повесткой или другим способом, и способ этот конкретно не описан, то есть фактически телефонный звонок приравнивается к повестке и уведомлению. Мы рекомендуем, все-таки или получить повестку, попросить, пришлите мне, или точно по телефону узнать информацию, куда вас вызывают, по какому делу, в качестве кого. Нет ничего страшного в том, чтобы обычно, нет ничего страшного в том, чтобы сходить в милицию, да, на ознакомление с этим делом или с протоколом. Ваше право отказаться и не ходить. Вам должны копию протокола прислать по почте, если до этого не выдавали. И помните, что суд должен привлечь вас к ответственности в течение двух месяцев после совершения правонарушения. Если по течение двух месяцев ничего не случилось, то значит, инвестиционная ответственность вас минула. Если человека задержали до суда, его везут в ИВС, изолятор временного содержания. Да. Если же по течению этих трех часов вас не отпустили, задерживают до суда, вам нужно об этом сказать. Суд должен пройти в течение 72 часов после задержания. Эти 72 часа вам, скорее всего, придется провести в изоляторе временного содержания. В Минске это ИВС на Крестино. Если вас задерживали в Минском районе, например, на Новой Боровой, это ИВС Минского района с Карины. И если в любом другом городе, то просто местный ИВС. Они обычно при отделениях милиции. Вы там находитесь до суда. Сейчас в связи с распространением коронавируса часто суды происходят по... Мне очень нравится, когда подкасты со звуком вокруг, а не просто в могильной тяжине. Так вот. Часто суды происходят с использованием видеосвязи программы Skype. Выглядит это очень странно и полностью незаконно. Белорусским законодательством не предусмотрен никакой такой порядок, о чем вы можете и рекомендуем заявить суде. Помните, что даже если вас задержали до суда, то в принципе ваши там все права, которые предусмотрены в праве на справедливый суд, они должны реализовываться так же, как если бы вас там отпустили и потом вызвали в суд. Вы имеете право знакомиться с материалами дела, полноценно участвовать в судебном заседании, задавать вопросы свидетелям, а часто в суде опрашивают, например, сотрудников милиции, которые вас задерживали, вносить свои замечания, предложения, различные просьбы. В том числе вы можете заявить просьбу об участии адвоката в вашем процессе. Про адвоката предлагаю поговорить отдельно немножко позже, что это такое и зачем. То есть будьте активны на суде, это ваша возможность донести свою мысль до судьи. Часто спрашивают, что говорить на суде. Мы рекомендуем говорить правду. Если вы планировали или принимали участие в мирном собрании, то так и говорите. Вас все равно уже задержали и скорее всего вы получите или сутки, или штраф. Нет смысла врать в этом. Какая печальная действительность. Факт правонарушения согласно закону уже налицо. Не признавать вину в том, что ты участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, а говорить, что ты участвовал в мирном собрании. Да, говорится, что вы участвовали в акции, реализовывали свои права, право на мирное собрание, право на выражение, мнение. И если вы действительно проходили мимо, говорите, что вы проходили мимо, это как бы обязанность сотрудников правоохранительных органов, обязанность суда действительно точно определить, кто там участвовал, а кто проходил мимо. И действительно там случайный человек. Поэтому подумайте просто на своей позиции и придерживайтесь ее. Позиция может отличаться от той, которую вы начально заявили в протоколе, подписали. Может, понятно, что чаще всего люди не каждый день оказываются задержанными в отделении милиции, не всегда понимают, что происходит. Часто поступают из трудников милиции такие противоречивые, странные инструкции, что писать, что подписывать, и даже какой-то вариант шантажа в плане того, что там напишешь то, что мы сейчас говорим и тогда выпустим, а если нет, поедешь на сутки. Ну, это неправда, как показано. Это неправда. Либо ты поедешь, либо не поедешь, от протокола это не зависит. Да, совершенно верно. Еще в качестве свидетеля на таких судах в стопроцентных случаях выступают сотрудники ОМОНа, в общем, они все время говорят, что либо мы вас задерживали, либо, ну, или говорят все, что там связано с протоколом, там, в такое-такое-то время вас задержали. Часто это не совпадает с настоящим временем задержания или местом задержания. И, наверное, тут стоит посоветовать людям активно обращать на это внимание и активно задавать вопросы этим свидетелям. Потому что человек может задавать вопросы, уточнять и, например, спрашивать у свидетеля, во что я был одет, а потом говорить, нет, я был одет на самом деле не в это, потому что чаще таки бывает. Да, конечно, это очень важно. Задавайте вопросы, также вы можете просить суд, опросить других свидетелей, запросить и просмотреть видеозаписи с камеры наблюдения. И если суд отказывает вам в этих просьбах, таким образом нарушается ваше право на справедливый суд чаще всего. А это ходатайство? Да, да. Ну, ходатайство или просьба к суду. Кстати, к судье надо обращаться в высокий суд. А то, как бы, да. В чем может ходатайствовать человек? Например, он может ходатайствовать, а вызовя свидетелей со своей стороны. Что тогда? Судебное заседание переносится? Должны сделать или перерыв для вызова свидетеля, может быть, час-два, сколько там потребуется, или перенести на другой день. Но также и с адвокатом. Человек может ходатайствовать о предоставлении адвоката либо со стороны государства, либо на административках не предоставляет адвоката. Бесплатных нет, но всегда есть дежурные адвокаты в районных коллегиях адвокатских, и вот такого адвоката могут пригласить, ему придется с ним заключить договор и платить услуги. Да, либо своего адвоката привлечь. Вот, к вопросу об адвокатах. К вопросу об адвокатах. Средний гонорар за участие в судебном процессе составляет 100-150 долларов. Проблема подобных судебных заседаний, про которые мы говорим, то, что решения там политически мотивированы, и фактически это преследование по политическим мотивам за участие в мирных собраниях, и участие адвоката очень редко влияет на результат суда. Участие адвоката не гарантирует отсутствие ареста, не гарантирует уменьшение штрафа. Но при этом, конечно, адвокат такая серьезная моральная поддержка для человека. И плюс адвокат всегда обращает внимание суда на недостатки процессуальные в деле, плюс не юридические, может помочь выработать правовую позицию. Ну, из опыта там и последних лет, и последних месяцев. Да, адвокат это неплохо, но это вообще как бы никак не решает никаких проблем, и не помогает доказать свою невиновность в суде. Поэтому надо решить, будете пользоваться услугами адвоката или нет. Практически любой адвокат, если говорить о Минске, это там Минская городская коллегия, в других городах это городские коллеги адвокатов. Это все очень легко гуглится. Практически любой адвокат окажет вам квалифицированную юридическую помощь. Можете поспрашивать, например, у знакомых, у кого есть такое, потому что на нем кого-то там из своих адвокатов, с кем они уже работали, могут посоветовать. Существует такая практика как заключение договора заранее, но детали надо оточнять уже у самих адвокатов. Не всегда это возможно, не со всеми адвокатами, и плюс это тоже дополнительная расхода с вашей стороны. Ну а вот чтобы на суд вызвать адвоката или вот в РОВД, нужно иметь с собой заранее заключенный договор с адвокатом? Нет, не обязательно. Вы можете в любой момент введение административного процесса в отношении вас сказать, я ходатайствую, я прошу предоставления мне защитника, адвоката. И тогда, если у вас нет договора, то вам обязаны дать возможность контактировать с дежурным адвокатом, вы заключите там договор, или если у вас есть договор, то вызвать вашего адвоката. Ну или узнать о моих возможностях участия сейчас в процессе. Вот. Иногда это, к сожалению, право нарушается, и даже если человек заявляет о своем желании заключить договор с адвокатом, такую возможность не предоставляют. Ну, это нарушение, все нарушения желательно обжаловать. Как бы тут это что-то из рубрики против лома нет приема, да, вы сидите в милиции, вы задержаны, и вам не предоставляют адвокат. Сложно с этим что-то сделать. Невозможно взять адвоката из воздуха. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что в 100% политически мотивированных судах и статьях человека признают виновным. Если мы говорим о статье 23.34, это несанкционированная массовая мероприятия, там есть три варианта. Предупреждение, о котором не так давно вспомнили, штраф и сутки. Ну, собственно, все, что-то из этих трех вариантов будет. Если у вас штраф или предупреждение, у вас после суда в любом случае вы свободны, надо взять постановление суда на руки. Если вас судили через скайп, то надо подъехать в суд, из которого была судья, например, суд Октябрьского района, допустим, это был. Взять постановление на руки, можно дополнительно попросить ознакомиться с материалами дела, сфотографировать их. Это в канцелярию нужно подать? Да, да. Заходите в суд, в канцелярию, вам там все подскажут. Как бы они каждый день работают с этим. И обычно никаких проблем нет. Вот, берете постановление и предупреждение штрафа очень желательно обжаловать. И на обжалование штрафа или предупреждения есть 10 дней. Если у вас сутки, в подавляющем большинстве случаев вас увозят сразу отбывать этот арест. В Минске отбывают в Центре изоляции правонарушителей на кресте на 36 ЦИП. Могут быть варианты из Минска, могут перевезти в Жодино, если ЦИП загружен. Ну и в других городах это тоже местные ИВС. В Минске тоже ведь могут отправить в ИВС, если не хватает места в ЦИПе. Ну, такое тоже возможно, да, соседние здания, там туда-сюда людей перекидывают. Значит, арест. С арестом такая сложная, что его по закону можно обжаловать в течение пяти дней после вынесения решения суда. Но эти пять дней, скорее всего, вы проведете, да, в камере. И оттуда обжаловать практически невозможно. Попросите, попробуйте. У сотрудников ИВС, во-первых, вам надо получить на руки это постановление суда, чтобы вам его дали. Ну, чаще всего дают. И попросите ручку бумаги, скажите, я хочу вот жалобу отправить. Пишите жалобу в вышестоящий суд, в Минске, например, в Минский городской суд, а саму жалобу просите передать в тот суд, который выносит постановление. Жалобу можно изначально написать очень короткую, что вот я такого-то числа прошел суд, суд признал меня виновным, назначил административное заскание в виде ареста столько-то суток. Я вот с постановлением суда не согласна, не согласна по такой-то причине. Ну, и расписать свои аргументы. Дополнительно написать, что я реализовывала свои права на мирное собрание, на выражение мнения, если эта ситуация как бы вам подходит. И считаете, что эти права вы знаете, что эти права гарантированы Конституцией, международными договорами. И просите постановление сюда отменить. Вот. Есть, конечно, сложности, структенькие цепи. Иногда не выпускают такие жалобы. Но об этом уже можно узнать только по выходу. Если вам отказываются все-таки предоставляют им ручку, бумагу, все такое, не страшно, не смертельно выходите из ЦИП в течение пяти дней. После выхода тоже можно обжаловать постановление, при этом еще ходатайствовать о восстановлении сроков на обжалование. Объяснить, что у вас объективно не было возможности обжаловать постановление суда, отбывая арест. Вот. В течение пяти суток во время ареста можно обжаловать и в течение пяти суток после ареста. В чем различие между этими вариантами? Первый вариант. У вас обязаны смотреть, потому что вы успеваете в сроки, вы вкладываетесь. Второй вариант. К жалобе надо прикладывать ходатайство о восстановлении сроков. И суд может это ходатайство как удовлетворить, так и отказать от удовлетворения. Слушай, все-таки пробовать во время суток писать жалоб. Конечно, да. Плюс, если вы будете пробовать, вам не дадут постановление суда или не дадут, например, ручку и бумагу, это будет ваш дополнительный аргумент в том, чтобы потом ходатайствовать о восстановлении сроков. Итак, сейчас на часах 23.06, а правозащитный центр «Весна» продолжает работать. Обжалование. Я не помню, где я видела статистику, но она, в принципе, очевидна, что удовлетворение обжалований меньше процента. Да, минимальное в Беларуси. Так а зачем обжаловать? Стоит ли это делать? Да, очень хороший вопрос. Пазово мы считаем, что обжаловать постановление суда в этой категории, о которой мы говорим, очень важно. И тут есть несколько причин. Первое – это то, что вы таким образом все-таки выражаете ваше несогласие с тем, что с вами делает государство. Мы говорим о том, что у каждого человека есть право на мирное собрание. Если вас наказывают за реализацию этого права, ограничивают это ваше право, то надо отставить свои права. Второе – это именно жалобы помогают менять законы и практику применения этих законов. Без жалоб государственные системы думают, что все в порядке. Значит, так и надо, все работает, если вы жалуетесь, то любая система должна подумать. Значит, все-таки что-то не так. Возможно, надо что-то менять. Третье – это пока идет процесс обжалования, пока жалобы не рассмотрены в вышестоящем суде, а это может быть, там, процесс тянется около месяца, вы считаетесь неприключенным к административной ответственности, и, соответственно, штраф до этого времени еще можно не уплачивать, и в случае повторного задержания по этой же статье у вас не будет фактора повторности, да, у вас будет вероятность получить штраф меньше по размеру и меньше вероятность получить сутки арест, потому что мы видим вот в практике там последних месяцев, что часто аресты получали те, у кого раньше уже были привлечения по этой статье. Если человеку дали непомерно большой штраф, все равно после обжалования сохранилось, и он не может его заплатить, что делать? К счастью, уже с 17-го года есть такая инициатива, компания по сбору средств для репрессированных, пострадавших людей, называется она ByHelp, они активно ведут свои странички в соцсетях, например, в Фейсбуке, и прямо сейчас действует сбор пожертвований в пользу репрессированных их семей, и это работает так. Каждый человек, любой, может пожертвовать любую сумму на этот сбор, и также каждый человек может обратиться туда за помощью, и мы всячески рекомендуем и делать пожертвования, и обращаться в эту компанию, заполняется там Google форма, в которой указываете просто свои данные, постановления суда, и компания старается помочь всем, да. Основной фокус у них это помощь со штрафами и помощь с счетами за питание из ЦИП. Да, мне кажется, мы забыли упомянуть о том, что прекрасное время, проведенное в ЦИПе, там 10-15, сколько вам даст суд, это не просто так, это отель в формате Bed and Breakfast, и вам необходимо заплатить 13-50 за каждые сутки, проведенные там. Да, если посчитать, например, 15 суток, то 202,5 рубрика необходимо компенсировать государство затраты. Судя по рассказам людей, которые сейчас выходят с ЦИПа, вот мне очень сложно представить, что там такого, какие услуги там были предложены на 202 рубля, потому что питание там отвратительное, не дают даже туалетной бумаги часто, ни мыло, ни горячей воды, ничего нету, а деньги платить надо. Даже при условии, что, допустим, ты никогда не ел эту еду, тебе передавали передачи, все равно надо платить. Да, там довольно хитро выстроенная система. Это вроде как бы компенсация содержания, вроде как бы компенсация питания. Еще практика последних задержаний, вот которые были 14 июля, показывает о новом способе. Это то, что задержанных 14 июля некоторых обвиняли по статьям Уголовного кодекса. Там часть 1, 342 статья это действия, грубо нарушающие общественный порядок. Ну, так называемые массовые беспорядки. Да. И вот там так было. Человек сидит в ЦИП, например, его уже осудили по административке, но еще вызывают, отвозят следственный комитет на, не знаю, дачу показаний. Да. Тут какие-то советы можно предусмотреть? Да, это, конечно, чепорочная практика. Там было много процессуальных нарушений и прав для задержанных людей. Общая рекомендация будет такая, что всегда хорошо думайте, что вы говорите. Помните про 27-ю статью Конституции, которая позволяет вам не свидетельствовать против себя. Просто молчите, потому что все, сказанное вами, как в фильме, будет использовано против вас. В худшем случае использовано. Если в отношении вас ведется уголовный процесс, вам обязаны предоставить адвоката и все процессуальные действия проводить в присутствии адвоката. Сначала это, скорее всего, будет дежурный адвокат. Не все дежурные адвокаты плохие. Попробуйте наладить контакт, спросить какие-то советы. Как минимум, вы можете использовать адвоката как юридический справочник по законам, узнать, что вам светит за то или иное. Внимательно читайте документы, которые вам приносят, подписывайте, читайте то, что подписываете, берите копии и хорошо думайте о том, что вы говорите. Да, и вот тут, наверное, нужно следить за нумерацией страниц в протоколе опроса. Да, есть базовые советы о том, что не надо подписывать листы, где много пустого пространства, непонятного. Можно его заполнить. Да, зачеркивайте. Следователь, скорее всего, будет недоволен. На кону вашей жизни свобода. Можно нумеровать страниц, если видите, что можно, что подложить. В принципе, если честно, то за последние годы я, наверное, не слышала каких-то таких суперситуаций, когда действительно переделывали документы, очень серьезно что-то там подписывали, подкладывали. В этом просто нет необходимости в современной Белоруссии, поскольку суды у нас ненезависимые и фактически такое орудие возмездия в руках государства, то особенно не важно, как оформленные бумаги. Посмотрите, как в СМИ очень много описывается нарушений в отношении сейчас людей сидящих по последним криминальным делам, те же Сергей Тихановский, Виктор Пабарико, их адвокаты говорят о многочисленных нарушениях, но это процесс не останавливает. Поэтому будьте внимательны, любые бумаги в своей жизни стоит читать внимательно и понимать, что происходит вокруг. Еще один вариантик, это когда человека просто осудили по административке, но его вызывают по той же уголовке, возбужденной по факту в качестве свидетеля и задают ему вопросы. Свидетель уже по закону обязан давать показания, в отличие от подозреваемого, который может отказаться. Но какие тут есть моменты? Насколько я знаю, свидетель может не говорить ту информацию, которая затрагивает лично его. Например, последние разы у людей почему-то очень настойчиво просили дать пароли от аккаунтов соцсетей, и это тоже является уже личной информацией, можно отказаться давать ее, получается. Да, действительно, вот после протестов, акции протеста 14 июля там около 450 человек, как говорит Следственный комитет, они вызывали, опрашивали в качестве свидетелей. Не исключено, что подобные ситуации будут в будущем, возможно, в самом ближайшем будущем. Что тут надо знать? Что если вас вызывают в качестве свидетеля, во-первых, сообщите правозащитникам, сообщите своим родным, чтобы они знали, ну, вдруг вы не вернетесь, ну, как бы, обычно тех, кого хотят задержать, да, предъявить обвинение, их задерживают, и, ну, не используют такую причину, как вызов в качестве свидетеля, чтобы задержать. Сейчас, вот, по последним делам это происходит очень редко. Поэтому идите спокойно, телефон можно оставить дома для избежания, как бы соблазна, чтобы не давать соблазна, следите на комитет, у вас изъять телефон. Нигде в законе не написано, что вы обязаны дать пароль. Не давайте пароль, запарольте телефон, пошифруйте, погуглите информацию по информационной безопасности. Даже если вам кажется, что у вас в телефоне ничего нет, у любого человека, в любом телефоне есть информация, ну, во-первых, это личная, да, почему кто-то должен знать вашу личную информацию, на каком основании. Плюс, ну, все-таки, если у вас нет юридического образования и юридической практики, да, вот некоторые вещи, вот сложно представить себе, что это даже нарушение какой-то закона, но это может им быть. Поэтому, да, телефон за пароль, тебе не давайте. Насчет того, что свидетель обязан давать показания, это частично правильно, но мы вспоминаем святую статью 27-го Конституции, которая говорит о том, что человек в любой ситуации имеет право не свидетельствовать против себя, да, то есть, вам говорят, так что, вы там участвовали в массовом беспорядке, да, организовывали, да, молчите, не отвечайте. Эта статья позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких, и причем, ну, фактически, это человек сам определяет, кто для него близкий человек. Время доказывания близости вообще лежит не на вас даже, а на сотрудников. Да, да, то есть, если, например, вы можете не свидетельствовать знаково, как и против своего брата, так и против своего близкого друга. Совершенно спокойно. В общем, как бы резюмируя, вот этих вызовов в качестве свидетелей в Следственный комитет не стоит опасаться, сейчас они имеют такой массовый характер, ну, уже как бы большая волна сошла. Почитайте еще заранее, просто погуглите. Некоторые люди опубликовали информацию, как они ходили в Следственный комитет, на Тутбай были статьи, журналистов в том числе вызывали. Напишите нам весну, проконсультируем еще дополнительно, что и как. Если чувствуете, что есть какие-то варианты уголовного дела в отношении вас, срочно, срочно, срочно сообщайте, будем вместе думать, чем можем помочь. Вот пока мы записывали подкаст, я поставила на паузу, случилась такая ситуация, нам позвонили, точнее, нашей коллеге. Девушку на роверном пробеге затремали, и у нее сломана рука, ну, вследствие задержания. Что делать в таких ситуациях? Ее отправили в больницу, и ее там пасут тихори, как было сказано. Вот что делать? Ой, к сожалению, бывают такие ситуации, когда при задержании имеет место превышение служебных полномочий и намеренные или ненамеренные избиения людей, причинение телесных повреждений. В таких ситуациях, ну, во-первых, если вы находитесь в милиции, вас задержали, говорится о том, что вас избили, вам срочно нужен врач, и процедура, в общем, такая, что вам необходимо пройти судебно-медицинскую экспертизу, и там эксперт дает заключение, какие у вас повреждения и вследствие чего они могли возникнуть. И на основании этого следственный комитет должен принять решение о возбуждении уголовного дела или нет. Ну, то есть фактически должны возбудить уголовное дело в отношении тех людей, кто вас избил и причинил вот эти вот телесные повреждения. А по факту, как написать заявление в следственный комитет, как это делать? Если чек на свободе, да, то вы идете ножками в следственный комитет и говорите, ну, меня побили сотрудники милиции, дайте мне направление на судебно-медицинскую экспертизу. Или пишите жалобу, что я там был задержан такого-то числа сотрудниками милиции или там неизвестными людьми. При задержании меня побили, я прошу провести проверку, по фактам принять меры, а также выдать мне направление на судебно-медицинскую экспертизу. Требовать, чтобы отправили в больницу и там оказали помощь? Да, если вы чувствуете себя не очень, а вы только сами можете определить, где для вас эта граница не очень, лучше, конечно, воспользоваться услугами врачей, а не милиционеров. Ну, то есть у милиции требовать, чтобы вас там срочно... Да, говорите мне плохо, вызовите скорую, ну, там, теряю сознание, умираю. Окей. Да, но я хочу вот в разрезе этих вот физических избиений, задержаний напомнить, да, что как бы здоровье и жизнь это очень большая ценность, да, и оно, вот это все есть один только раз, и надо быть очень осторожными, и хорошо взвешивать какие-то последствия готовы. Помните про себя, про своих родных, близких, будьте осторожны. Вторая линия наших событий, которые мы анонсировали в начале подкаста, задержали вашего близкого, знакомого. Ваш знакомый, не знаю, перестал выходить на связь. Вот на акции 14 июля одна женщина, Татьяна, мне давала интервью, собственно, ее муж не приехал ночью. Просто он не вышел на связь последний. Вы догадались? Да, да, я понимала прекрасно, что он там, и смотрела вот эти стримы, смотрела эти фотографии, это, конечно, это ад адский был, вот, а потом я уже, когда увидела, что уже на утро, опять же такие, но нигде он не объявился, ни дома, ни в интернете, он нигде не вышел, то логично, что я уже поняла, что его задержали. Что делать? Куда звонить? Очень много у нас обращений с этим связанных, и вот вернусь к этому первому базовому совету, да, предупредить своих родных, куда вы собираетесь, потому что, ну вот я не могу никакими словами передать, да, отчаяние и чувство людей, которые ищут своих родных и не знают, что с ними. И они, поверьте, да, они всегда думают самое плохое. Ну и как бы доверие к милиции невысокое, к процессу задержания милиции тоже, да, люди думают сразу самое плохое, что вас там избили до полусмерти, оторвали все руки-ноги. Значит, смотрите, если вашего близкого задержали, мы на сайте Прозвищенного центра Весна всегда стараемся опубликовать списки задержанных. Заходите на сайт, смотрите главную, последние статьи, ищите человека в списке. Если нашли, значит, нам кто-то сообщил про его задержание. Если вы знаете, что вашего близкого задержали, сообщите нам, можно через нашего Телеграм-бота или на аккаунт Весна СОС. Как мы уже говорили, человека должны задержать на 3 часа. Всех задержанных развозят по РУВД. Ну, в Минске это там 9 РУВД плюс 1 Минского района. Развозят в немассовых задержания, обычно рандомайзером, просто где есть свободные места в РУВД, и отвозят. Если это не массовые протесты, то обычно отвозят в то РУВД, на территории которого районы задержали. Задержали во Фрунтинском районе, значит, везут в РУВД Фрунтинского района. Там людей оформляют. Есть список телефонов РУВД, они работают круглосуточно, можно звонить, спрашивать, где там мой родной и близкий. Очень-очень редко в РУВД говорят, что человек находится у них. Такая порочная практика, с которой непонятно как бороться и непонятно особо почему. Что случилось? случится такого, если вдруг милиционер скажет, что задержана у нас. Потому что это рано или поздно станет все-таки известно. Так, а все-таки можно пробить эту стену, я не знаю, пару лайфхаков, там сказать, я мама, я жду сына. И, ну, как-то надавить, скажем так, на чувства сотрудника. Можно попробовать, но я, если честно, вот сейчас не могу вспомнить до ни одного удачного случая надавливания. Лучше обменяйте геолокациями с вашим близким в телефоне, будете видеть. Например, были случаи, вот нам рассказывали люди, что у них была настроена взаимная геолокация. Они говорят, я вот вижу по телефону, что мой близкий в РУВД, а мне там говорят, что его нету. Сложно бороться с таким. Вот. И по итогу, когда вы уже наконец-таки найдете своего близкого, и вы будете знать, что он был в РУВД, например, Октябрьского района, а вам там говорили, что его нету, у нас есть в Боте замечательная форма жалобы, которую нам составили коллеги из Белорусского Хельфинского комитета о непредоставлении информации. Мы очень советуем подавать эти жалобы. Значит, смотрите, если человека отпускают, вашего близкого, можно, там, по истечении трех часов после задержания ехать под РУВД и попробовать встречать. Часто там уже находятся родственники других задержанных, журналисты, можно обмениваться контактами, если не знаете, в ком РУВД человек, пробовать искать. Но будьте осторожны, в дне массовых задержания милиция может реагировать очень нервно на присутствие людей под РУВД. Будьте аккуратны. Если человека отпускают из РУВД, там, это 3, 5, 8 часов, как мы говорили, то все равно свободен едет домой. Если его не выпускают, значит, его переводят в ИВС, изолятор временного содержания, и он остается до суда. Вот эти 72 часа, в течение которых человека должны судить. Маленький вопрос. Если человека выпустили, а до этого уже рассказали, весне сообщили, что он задержан, стоит еще раз весне сообщать, что его выпустили? Как лучше? Да, мы будем очень благодарны за эту информацию. Если человека выпустили, особенно если вы там выпустили, он может сообщить информацию других задержанных, то будет очень здорово. Возможно, кого-то ищут и не могут найти. Я так понимаю, такая логика. Вот если человека там задержали вечерком, на утро он не пришел домой, значит, он стопроцентно как бы в ИВС. Да. Что родственнику близким делать? Приезжать в ИВС, там, звонить в ИВС. Передать передачу можно? Да. Ну вот мы сейчас говорим базово про Минск, но это действует во всех городах Беларуси, просто там другие названия будут. В Минске задерживают, везут в изолятор временного содержания на Крестино. Там люди ждут до суда. Звоните в ИВС, вот через эти там 8 часов условных, или рано утром, или ночью. Спрашивайте, привезли ли им человека. В ИВС чаще всего предоставляют информацию, надо знать фамилию, имя, отчество, дату рождения. На следующий день, да, часто можно передать передачу, но тут как бы лучше направить на следующий день, если это рабочий день, свои силы на поиск человека в суде. Значит, поскольку человека должны судить, судить его будут в суде того же района, ну там, вероятность, 99%, в РУВД, какого района он был. Например, человек был в РУВД Первомайского района, значит суд будет Первомайского района. Гуглите, где суд Первомайского района, приезжаете в суды, работают у нас с 9 до 6, перерыв там с часа до 2, находите стенд с расписанием и ждете вас до него, да, копирируетесь с другими родственниками. Дела задержанных привозят партиями в суды после оформления, и расписание у судей может меняться очень быстро. Можно подойти в канцелярию, спросить там Иванов Петров, у какого, у какой судьи будет. Я там мама, папа, брат, сестра жду. Очень важно понять все-таки результат суда над человеком, да, что у него будет, его сейчас отпустят, или он поедет на сутки, надо ему помогать. Мы стараемся с помощью волонтеров, волонтерок, нашей волонтерской службы мониторить судебные заседания и на сайте публикуем всю информацию, которая у нас есть, да, не забывайте проверять, но там может быть не вся информация, но все, что можем, как бы все публикуем. Вот, важно попасть на суд или узнать его результат. Суды, судебные заседания будут все открыты, вас обязаны пустить на суд, даже если суд проходит по скайпу, и это выглядит так, что человек находится, например, в РУВД или в ЦИПе, он с одной стороны экрана, судья с другой стороны экрана, и вас должны отпустить, в принципе, в то помещение, где находится судья. Если вам говорят, едьте в РУВД на суд, они врут, пытаются как-то от вас избавиться. Если совсем не пускают, ну, вы просто помните, да, что у вас есть право попасть на это судебное заседание, будьте настойчивы. Если совсем не пускают, идите к председателю суда и говорите, ну, что это такое, это нарушение, меня не пускают. Можете написать у него там жалобу, совершенно просто своими словами, жалоба, я такая-то, хочу попасть на судебное заседание в отношении такого-то человека, меня не пускают, прошу срочно принять меры, отреагировать на это. Чаще всего после этого все пускают, ну, иногда небольшую такую битву надо вызвать секретарем судьи. Да, психологическую, если что. Ну, да, чаще всего психологическую. Почему чаще всего? Да, да, физических битв не надо, конечно. Да, тут нужно помнить, что в суд надо иметь паспорт, иначе вас туда не пустят. Ну, да, суды там себе выдают какие-то особые инструкции, по которым почему-то надо иметь паспорт, чтобы присутствовать. еще шорты не надо надевать, а то иногда не пускали из-за шорта, так что как бы... Ну, это какая-то особая вселенная, нельзя в шортах, можно в юбке той же длинной. Мне кажется, это прям тема для отдельного разговора, суды и их представления о реальности. Ваша задача сейчас все-таки понять, что с человеком. Если его дают, ему там штраф или предупреждение отпускают, то все супер. Важненький момент, тоже сообщать весне об этом, потому что весна собирает данные базы административного преследования есть, и туда все добавляется. Потом мы всякие подсчеты, типа, в этом месяце присудили там три тысячи базовых величин, например. Да, на самом деле это общественно значимая информация, да, об уровне и масштабах репрессий, которые происходят в стране против людей. Поэтому очень важно передавать информацию. Если человеку дают арест, то выдыхайте. Это не первый и, скорее всего, не последний арест в истории Беларуси. Через там 10-15, сколько дадут человек, он выйдет, и все будет в порядке. Ваша задача сейчас его снаружи поддержать. Самое первое и самое простое письма, открытки, и можно еще отправлять телеграмму. Никогда не отправляла телеграмму. Да, это может стать уникальным, интересным опытом. Письма можно писать обычные, можно первым классом, можно заказным, без разницы. Узнаете только, где человек, позвоните, например, на ЦИП на Окрестина, спросите, у них ли он будет отбывать арест. Возможно, из Минска иногда перевозят в Жодино и ВС Жодино. Тогда пишите туда. И еще есть, если задерживались в Минском районе, ВС Минского района. В остальных городах это работает так. Там содержали, был в РВД Светлогорска, еще будет суд Светлогорского района и ВС Светлогорска. Но еще бывает, я слышала, если человек отбывает сутки, он может не в ЦИПе отбывать, а вот если там не хватило места, он и в ВВС ему может быть. Ну, такое может быть иногда. Ну, да, кстати, последнее задержание там была информация. Ну, плюс на один номер больше, позвоните и в ЦИП на Окрестина, и в ВВС на Окрестина в соседнее здание. Вот. После того, как вы поддержали человека, ну, передавать передачу, да, потому что человек выпадает, у него там ничего с собой нет. Первое, самое базовое средство гигиены, мыло, туалетная бумага, влажные салфетки, зубная паста, щетка, если что-то специфическое человеку надо, очки, например. Хочу добавить, что порядок передач и правила постоянно меняются, это какой-то невыносимый калейдоскоп, поэтому были времена, когда брали каждый день до пяти килограммов от любого человека. Были времена, когда брали каждый день, но только от близких родственников. Были времена, когда брали только раз в три дня. Были времена, когда вообще ничего не брали. То есть, надо звонить просто в ЦИП, ПВС и уточнять, какой порядок передачи-передачи. От родственников принимают всегда по умолчанию, иногда принимают от неродственников. Если родственников нет в этом городе, включайте смекалочку, ищите сводную сестру, брата с таким же отчеством. Иногда может помочь просто объяснить ситуацию сотруднику, человека нет близких родственников, все, он там останется без всего, хотя бы, чтобы что-то базовое дали. Потому что на усмотрение начальника ИВС-передачу могут брать не только от родственников. Что такое человеческий фактор. Я сейчас подумала, даже если отчество не совпадает, то можно сказать, что этот человек мой сводный брат-сестра, но просто у нас отцы разные, и отчество у нас тоже разное. Слушайте, да, ну включайте смекалочку, да, как бы тут жизнь такая штука, надо крутиться. По поводу того, что передавать, ну вот эти вот базовые средства гиены, передавайте воду, можно попробовать передать книги, погуглите эти списки стандартные, там шоколад, печенье, что-то такое поддерживающее. Да, я в описании подкаста дам ссылку, как Марфа, координаторка волонтерской службы весны, расскажет, что можно и нельзя передавать. Вот. О чем я еще не спросила? Что еще важно? Да, вот мы говорили, что очень важно поддерживать открытками, письмами. к сожалению, бывает такое, что человеку не передают письма, открытки, но это какая-то форма дополнительного давления, да, человек, как раз, в изоляции, у него такое ощущение, что никому не нужно, все про него забыли. Иногда отдают, например, вот были случаи в 2017 году, людям просто, которые выходят сразу, типа, открыток с собой, иногда вообще ничего не отдают. Человек точно знает, что друзья, родственники писали, он не получил ничего. В таких ситуациях очень-очень рекомендуем написать тоже жалобы. Форма у нас есть в боте. Написать жалобы на непередачу корреспонденции. Может писать как тот, кто отправлял, так и тот, кто должен был получить. Пишите, меняйте практику, других вариантов нет. Ну, могу так добавить сюда, что выходит суток, надо не забыть обжаловать судебное постановление. И еще такой момент. Обычно условия отбывания ареста очень далеки от идеальных и даже нормальных. И это все очень важно и можно обжаловать. Мы оказываем помощь бесплатно в составлении этих жалоб. Плюс можете самостоятельно нагуглить. Платить пошлину при подаче таких жалоб не надо. Ну, есть как бы даже успешная практика когда-то после массовых задержаний десятого года реально изменились условия содержания в цепи стали чуть более человеческими. Хочу обратить внимание, что в этих условиях содержания там часто имеет значение не какое-то материальное снабжение, наличие чего-то, просто теоретический фактор. Потому что вывести человека на прогулку или сводить в душ стоит ничего. Или передать ему открытки. Но вот отсутствие этого всего для человека создает просто невыносимые условия сравнимые с жестокими человеческими обращениями и пытками в некоторых случаях. не бойтесь суток. Люди оттуда выходят с совершенно новым опытом, новыми знакомствами. И если вам повезет с условными сокамерниками, если вы будете сидеть с ребятами и девчатами, у которых те же условные политические статьи, то у вас будет как бы интересное время подумать о себе, познакомиться с другими людьми. не переживайте, ну как бы это не смертельно, арест заканчивается, опыт остается, и раз вы уже оказались в такой ситуации, попробуйте просто получить от этого максимум возможного, приятно. И да, и помните, конечно, что и там и в эссице, и по время отбывания ареста, это очень хорошая возможность побороться за свои права, да, требовать ежедневных прогулок, которые вам положены, требовать мытья, которые вам положены, нормального человеческого обращения, которое вам тоже положено как каждому другому человеку. Можно сказать, что сутки это возможность получения и переработки и осознания экзистенциального опыта? Можно, но это очень индивидуально. Для кого-то это так, для кого-то нет. Слезы разные. Спасибо, Наташа, за разговор. Пожалуйста, буду рада, если то, о чем мы сегодня поговорили, поможет вам в каких-то ситуациях. Обращайтесь обязательно к правозащитникам. Работаем для вас. Рада помочь. Да, я буду рада, если вы расширите этот подкаст, поделитесь с другими и запомните и будете использовать все полученные знания сегодня. Всем пока и берегите себя. субтитры, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»